Здравствуйте! Тема урока климат Кыргызстана. Сегодня мы с вами познакомимся с факторами, определяющие особенности климата Кыргызской республики. Климатические условия Кыргызстана обусловлены его расположением на северо-востоке Центральной Азии в центре Евразийского континента, вдали от океанов и морей, а также значительной высотой над уровнем моря. Положение определяет сезонные колебания температуры, обилие солнечного сияния, относительно малого количества атмосферных осадков и резкой континентальности климата. Зимы холодные и снежные, особенно высоко в горах. Дни, как правило, значительно теплее, чем ночи. Климат Кыргызстана с четырьмя ярко выраженными сезонами. Около 20 процентов территории республики относятся к районам с условиями комфортного проживания. В этой зоне постоянно проживает подавляющая часть населения и здесь же в основном сосредоточена хозяйственная деятельность. Около половины территории республики оценивается как районы некомпенсированного дискомфорта. В этой зоне постоянно действуют только горнорудные предприятия, прочая хозяйственная деятельность носит лишь сезонный характер. В зависимости от расположения высоких гор и межгорных долин относительно друг друга и к несущим влагу воздушным потокам с запада, климатические условия различны на территориях, а изменение элементов климата по высоте приводит к образованию климатических поясов, выраженной высотной поясности. Рассмотрим основные факторы формирования климата. К ним относятся географическая широта, характер подстилающей поверхности, циркуляция воздушных масс и высотная поясность. Географическое положение влияет на распределение солнечной радиации и на циркуляцию атмосферы. Давайте рассмотрим с вами, как влияет на климат географическая широта. От географической широты зависит количество солнечных лучей, поступающих на поверхность. Чем больше угол падения солнечных лучей, тем больше тепла получает земная поверхность. Излучение солнцем тепла и света называют солнечной радиацией. Это один из основных факторов формирования климата. Измеряется в килокалориях на квадратный сантиметр. На всю поверхность Земли поступает чуть более 100 тысяч калорий на один квадратный сантиметр в минуту. Поступление солнечного тепла на территории земной поверхности различно. Солнечное постоянное составляет 8,38 джоуль в минуту на один квадратный сантиметр при перпендикулярном падении солнечных лучей. Солнечная радиация, которая проходит через атмосферу Земли, делится на четыре вида. Часть солнечной радиации, которая проходит через атмосферу и доходит до земной поверхности, называется прямой радиацией. Поглощенная — это часть солнечной радиации, которая поглощается земной поверхностью, а затем отдает тепло атмосфере, то есть превращается в тепловую энергию. Отраженная — это та часть солнечной радиации, которая отражается от земной поверхности и уходит в космос. Часть солнечной радиации, которая поступает на поверхность Земли после рассеяния ее атмосферой и облаками, называется рассеянной радиацией. Солнечная радиация поглощается растительностью, почвой, поверхностью морей и океанов. Она превращается в тепло, которое расходуется на прогревание слоев атмосферы, движение воздушных и водных масс, на создание всего великого разнообразия форм жизни на Земле. С земной поверхностью поглощается около 51%, а отражается лишь 4%. Вся солнечная радиация, прямая и рассеянная, дошедшая до земной поверхности, называется суммарной радиацией. По республике Кыргызстан средняя годовая величина периода солнечного сияния колеблется по республике в пределах 2500 до 2750 часов. Лишь в ущельях с неполностью открытыми горизонтами продолжительность периода солнечного сияния составляет до 1800 часов. Максимальное значение этого показателя на метеостанции Каракол в Верхненарынской долине, оно составляет 2965 часов. Уменьшение продолжительности периода солнечного сияния связано с формированием облачности и закрытости горизонта в ущельях. Величина наблюдаемой продолжительности солнечного сияния от возможной продолжительности увеличивается на равнинах в летний период, на высоких горах, в зимний. В целом же колеблется в пределах 60%. Солнечность территории Кыргызстана обусловлена его географическим положением, а также высоким положением солнца над горизонтом в течение года и преобладанием ясных дней. Максимальное положение летнего солнца 71 градус. Увеличение показателей солнечной радиации по мере возрастания высоты местности характерно для холодного периода года, так как в зимний период резко снижается уровень конденсации водяных паров, а во внутренних долинах преобладают ясные дни. В целом в высоких долинах и низкогорьях ниже тысячи метров прямая радиация преобладает летом. Как уже отмечалось, часть солнечной радиации, поступающей на земную поверхность, сразу же отражается. Часть радиации преобразуется в тепловую энергию и участвует в различных процессах. В целом на территории Кыргызстана годовой радиационный баланс положительный. Важным фактором климатообразования на территории Кыргызстана является атмосферная циркуляция. В слоях тропосферы от 3 километров до 12 километров преобладают воздушные потоки умеренного пояса, идущие с запада на восток. Все это оказывает существенное влияние на погодные условия и на климат в целом. Кроме солнечной радиации и атмосферной циркуляции на формирование климата, большое влияние оказывает и местный рельеф. Сложная орография и рельеф различной высоты являются причиной высотной климатической поясности на территории Кыргызстана. Характерные особенности на территории республики имеют и климатообразующие элементы, напомню, что к ним относятся давление воздуха, режим ветра, режим тепла, облачность, влажность, атмосферные осадки, снежный покров. Высотное положение территории Кыргызстана является причиной низкого атмосферного давления по сравнению с уровнем моря. По мере возрастания высоты местности уменьшается годовое колебание давления. Барический градиент изменяется не одинаково по высоте. На равнинах и низкогорьях на каждые 100 метров поднятия давление уменьшается на 10 метров бар. На высоте 3000 метров на каждые 100 метров уменьшается на 8 метров на бар. Суточное колебание давления воздуха незначительно. Режим ветра также зависит от характера рельефа. Преобладающие направления ветров зависят от простирания долин. Суточный режим ветров зависит от местной горнодолинной циркуляции. По этому режиму ветер днем поднимается по долине вверх в горы, ночью дует по долине вниз с гор. В ледниковых долинах в связи с охлаждением воздуха над ледником ветер днем и ночью дует с ледника вниз к долине. Скорость ветров от 15 метров в секунду до 40 метров в секунду. Причины возрастания скоростей холодный воздух переваливая горы через седловины спускается вниз. Теплый воздух над водой поднимается вверх и вытесняет поток холодного воздуха, дует с возрастающей силой. В целом территория Кыргызстана резко расчленена и поэтому имеется очень много препятствий для возрастания скорости ветра. В открытых долинах средняя годовая скорость ветра составляет до 3 метров в секунду. В закрытых долинах превышает 1 метр в секунду. 85 процентов наблюдаемого периода составляет режим штиля. Распределение температуры воздуха на территории Кыргызстана зависит от абсолютной высоты местности и расчленения рельефа. Влияние абсолютной высоты наблюдается повсеместно, особенно в теплое время года в виде понижения температуры воздуха по мере возрастания высот. В зимнее время распределение температуры в приземном слое воздуха зависит не столько от высоты и широты местности, сколько от форм рельефа. Облака препятствуют поступлению солнечных лучей на земную поверхность и обратному эффективному теплоизлучению земной поверхности. Среднегодовое значение облачности до 6 баллов. Такой режим связан с перемещением полярного фронта в начале весны в северном направлении. На территории Кыргызстана количество наблюдаемых ясных дней превышает 50%. На горных территориях отмечается следующая особенность погодных условий. Утром в большинстве случаев ясная погода, в полудню на небе постепенно увеличиваются облака, после обеда целиком небо затягивается тучами, а затем идет дождь. Вечером начинают расходиться облака и устанавливается ясная погода. Ночью ясная погода. Благодаря резкому расчленению территории Кыргызстана распределение влажности отличается разнообразием, но относительная влажность колеблется в пределах 50-70%. В летний период в Ферганской долине относительная влажность составляет от 33 до 56%. В Чуйской и Таласской долине 38-57%. На побережье озера Иссыкуль 55-70%. Зимняя относительная влажность более высокая в долинах, чем на склонах гор. На территории Кыргызстана в связи с высоким расположением ее по сравнению с окружающими равнинами, количество атмосферных осадков повышенное. Особенно много осадков на западных, юго-западных, северо-западных склонах окраинных гор, расположенных на пути влажных воздушных масс, идущих с севера-запада. Разнообразно распределение осадков по временам года. Годовая норма атмосферных осадков в одном и том же месте из года в год резко колеблется, так как повторяемость атмосферных процессов и их интенсивность также не бывает одинакова. Продолжительность непрерывного выпадения осадков может быть от 2 до 12 часов. Осадки отдельного дня могут дать 10-15% годового количества. Такие обильные осадки чаще всего наблюдаются на юго-западных склонах Ферганского хребта. Продолжительный ливневый дождь иногда может вызвать селевые потоки. Селевые явления характерны для низкогорья Ферганской долины. В зависимости от разнообразия физико-географических условий на территории Кыргызстана различна мощность снежного покрова, его распределение, продолжительность снежного периода, времени таяния. Самый мощный снежный покров наблюдается в высокогорной зоне Ферганского хребта, где его толщина составляет 150 см. В высокогорьях процесс таяния продолжается до конца мая. В зависимости от высоты период снежного покрова продолжается от 50 до 200 дней. Также в зависимости от сложности устройства поверхности, от экспозиции горных склонов по отношению к солнцу и влажным воздушным потокам высоты гор на территории Кыргызстана возникают различные черты климата. По высоте выделяют 4 климатических пояса. Климат подгорных равнин и невысоких долин, климатический пояс низкогорий, климатический пояс высокогорий, невальный климатический пояс. Климат подгорных равнин и невысоких долин обладает чертами субтропического климата, особенно в Ферганской долине. при обеспечении земель поливной водой наиболее благоприятен для сельского хозяйства. Пояс низкогорий соответствует умеренному типу климата и способствует выращиванию теплолюбивых сельскохозяйственных растений. Климатический пояс высокогорий характеризуется более суровыми условиями и площади используются под пастбище. Климатический пояс – области распространения ледников и вечных снегов. В условиях невального климата твердых осадков выпадает больше, чем успевает растаять и испариться, из-за чего образуются снежники и ледники. Климат Кыргызстана подразделяется на пояса не только по высоте, но и различается по природно-территориальным комплексам. Выделяют четыре климатических региона – Северный Кыргызстан, Иссыкульская Котловина, внутренний Теньшань и Южный Кыргызстан. В качестве основного климатического критерия районирования принят годовой режим выпадения атмосферных осадков, который в определенной степени отражает условия атмосферной циркуляции. Северный Кыргызстан. К этому району относятся Чуйская и Таласская долины и обрамляющие их горные хребты, которые характеризуются умеренно теплым и достаточно увлажненным климатом с максимумом осадков весной и в начале лета, а также умеренным количеством зимних осадков, что обусловлено влиянием сибирского антициклона. Вторая половина лета в нижней зоне засушливо. Юго-западный Кыргызстан. К этому району относятся Ферганская, Алайская и Чаткальская долины и обрамляющие их горные хребты. Это наиболее теплая и увлажненная территория, где в холодный период года, в отличие от других районов Кыргызстана, выпадает значительное количество осадков. В остальном годовой ход осадков сходен с годовым ходом климатического района Северного Кыргызстана. Максимум приходится на весну в нижней зоне и сдвигается на начало лета в более высокие пояса. Вторая половина лета характеризуется небольшим количеством осадков. В нижней зоне в августе и сентябре наступает засуха. В теплое время года в этом климатическом районе отмечается наиболее высокая температура воздуха. Северо-восточный Кыргызстан. К этому району относится Иссыкульская котловина. Для этой территории характерен максимум осадков в летнее время и незначительное их количество зимой. Так как низкие зимние облака, образующиеся на высотах ниже 3000 метров, задерживаются горными хребтами и почти не проникают в Иссыкульскую котловину. Благодаря расположенному в нижней части котловины незамерзающему озеру Иссыкуль эта территория имеет черты морского климата. Водная масса озера Иссыкуль оказывает смягчающее влияние на температуру воздуха зимой, а в летнее время это влияние почти незаметно. Внутренний теньшань характеризуется наиболее холодным и недостаточно увлажненным климатом, отличительной чертой которого является малое испарение при невысоких температурах. В высокогорной зоне, где количество выпадающих осадков превышает испарение, значительные площади занимают ледники и снежники. Годовой ход осадков аналогичен годовому ходу в климатическом районе северо-восточного Кыргызстана. Максимум осадков приходится на май, июнь и июль. А теперь, ребята, выполним задание. Из предложенного перечня выберите климатообразующие факторы и элементы. Первое – давление воздуха. Второе – солнечная радиация. Третье – режим ветра. Четвертое – атмосферная циркуляция. Пятое – режим тепла. Шестое – облачность. Седьмое – подстилающая поверхность. Восьмое – влажность. Девятое – атмосферные осадки. Десятое – снежный покров. Проверим. Климатообразующим фактором относятся солнечная радиация, атмосферная циркуляция, подстилающая поверхность. Все остальные относятся к климатообразующим элементам. Задание второе. Определите по описанию, о каком климатическом регионе идет речь. На большей части Теньшаня, особенно в Высокогорьях, преобладает западный перенос воздушных масс, на которые накладывается местная горно-долинная циркуляция. Синаптические процессы этой территории занимают особое место из-за орографической замкнутости. Правильный ответ – Иссыкульская котловина. Задание третье. Определите по описанию, о каком виде солнечной радиации идет речь. Часть солнечной радиации, которая проходит через атмосферу и доходит до земной поверхности. Правильный ответ – Прямая солнечная радиация. Думаю, что Вы легко справились с заданиями. На этом наш урок окончен. Всего Вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова